В Алтайском крае все еще идет уборочная кампания. И хотя большинство культур уже не в полях, добраться до подсолнечника из-за постоянных скачков температуры из минусов плюс не получается и сегодня. Качество зерен портится. Естественным путем дозревания семечки поздних сортов происходит после того, как ударит мороз. Это произошло. Но из-за того, что в поле не могут выехать в кампании из-за отдельных дождей, семечка продолжает мокнуть, пенить. К тому же прошел ураган. Замерзнет земля, крестьяне выйдут в поле и будут собирать то, что осталось. В региональном центре оценки качества зерна на сегодняшний день обследовали 20 тысяч проб зерновых и масличных культур, в том числе почти половину пшеницы. Высокое качество последней отмечают в Первомайском, Зональном, Кытмановском районах, но признают, что в этом году фуража, то есть непродовольственной пшеницы будет больше. Это произошло ввиду того, что, конечно же, были дожди и всего наши сельхозтоваропроизводители 5 рабочих дней убирали, например, в сентябре. А это основной период, когда убирают нашу алтайскую пшеницу. В прошлом году на эту дату нами было зафиксировано всего 2% непродовольственного зерна, в этом году 20%. Но в целом эксперты довольны качеством культур. Хорошие показатели у соя, рапса и гречихи. По словам переработчика Евгения Помещикова, урожайность гречихи в этом году даже выше, чем в прошлом. Покупать ее начали с сентября. Тогда ее цена достигала 45-47 тысяч за тонну, сейчас 31 тысяча. Говорит, контролировать стоимость сложно, так как данных по урожаю этого года нет. И крупные игроки в последние экстремальные годы сменили тактику продаж. Раньше было быстрее продать, быстрее кредиты загасить. Сейчас уже крупные фермерские хозяйства и холдинги, они от этого ушли. Они тоже могут гречиху хранить и год, и два. Я знаю таких людей. Они ждут хорошую цена? Да, да, да. Они ждут более выгодной цены для продажи и все. То есть они могут себе позволить ее похоронить. От перенасыщения рынок спасет экспорт. По словам Евгения, гречневую крупу активно покупают Азербайджан, Узбекистан, Беларусь. С сырьем культуры из Алтайского края уезжают в 48 стран, сообщили в Центре оценки качества зерна. В этом году несколько месяцев лидером по экспорту алтайского зерна был Китай. На него делают большую ставку, так как недавно наше сырье приняли в Забайкальском зерновом терминале, где его перегружают в китайские вагоны. Добавим, что Алтайский край лидер по экспорту продукции среди сибирских регионов. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова